Всем привет! Друзья, вы на канале SkyTopGames и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Данный ролик будет посвящен одной интересной звездной системе. В общем, сейчас вы все увидите. В общем, в этом ролике мы с вами нашли еще планету с жизнью. Ну, а перед началом нового путешествия хотелось бы поблагодарить всех своих спонсоров на канале за вашу месячную подписку. Спасибо, друзья! Итак, как я и говорю всегда в конце каждого ролика, помните, что космос и вселенная бесконечны. И наше путешествие только начинается. Ну что же, мы нашли планету с жизнью. Скажу так, этот ролик будет немного таким мистическим, мифологическим, уфологическим, что ли? Не знаю. В общем, мы с вами находимся в созвездии Плеяда. Ближайшее звездное скопление к нам. Здесь очень красиво, туманность великолепна, игра красок. Это здорово. Ну, и где мы с вами сегодня обнаружили жизнь, это звезда, голубой субгигант, звезда Тайгета. Вообще, судя по уфологии, как бы, звезда имеет шесть планет, на которой из них есть планета с жизнью. И вот она, планета под названием Эрра. Эрра Тайгета 4А. Класс. Умеренная пустынная супертерра с жизнью. Жизнь экзотическая, многоклеточная. Диаметр, ну, в полтора раза больше Земли. Атмосферное давление 0,586. А кислорода, к сожалению, почему-то нету на планете. Хотя, мне кажется, что плеядеанцы, которые живут на этой планете, и вроде, как по уфологии, данные существа отступали в контакт с людьми, да, с древних времен. Вообще, они, по идее, должны дышать кислородом. Я не знаю. Ну, может быть, каким-то другим газом. Я просто не представляю, не приложу ума. Ведь на скальных рисунках, где-то в тех же египетских пирамидах, мы видим, что там изображены человекоподобные существа, которые как будто бы в каких-то скафандрах одеты. Не знаю. Температура здесь очень прекрасная для жизни. 35 градусов по Цельсию. Парниковый эффект очень огромен. 151 градус. Планета имеет 5 лун. Ну что же. Самое интересное, наверное, я думаю, нас будет ждать сейчас на поверхности. Мы видим, что у планеты вроде бы как есть магнитное поле, да, северное сияние и облака. Да, посмотрите. Не видно только вот здесь как будто бы такой яркий голубой, что ли, отблеск. Мне кажется, как будто там океан. Я не знаю. Так, ну что же, давайте потихоньку спускаться на поверхность данной планеты. Облака очень-очень объемные, очень большие. Так. Мне кажется, как будто они как-то выходят за атмосферу даже данной планеты. И мы на планете плеядеанцев. Других каких-то существ. Ого. Почему здесь такие плотные какие-то облака? Что с ними не так? И мне кажется, как будто они лежат прямо-таки на земле. Так. Давайте-ка перелетим, наверное... А, ну подождите. Мы же на дневной поверхности. Да, мы на дневной поверхности. Так. А может, скорее всего, это чуть-чуть не срабатывает симулятор или еще что-то. Ну, в общем, давайте сейчас куда-нибудь... Давайте сейчас я попробую обновить симулятор, потому что до этого я тестил эту планету, и все работало прекрасно. Сейчас включимся. Я перезапустил симулятор, и вроде бы сейчас небо выглядит все хорошо, прекрасно. Голубая такая атмосфера, как на планете Земля. Ну что же, мы на поверхности той самой планеты Эра. По факту неизвестно, где могут обитать и жить данные существа, плеядеанцы. Может быть, у них есть подземные города, потому что на поверхности я не увидел ни океанов жидкой воды, блин, ни рек, никакой растительности, лишь пустынная вот такая вот терра. Непонятно. Ну и самое интересное, что я нашел на поверхности, это вот это. Это невероятно. Посмотрите, какие огромные статуи. Да. Это, своего рода, скорее всего, возможно, какая-то площадка, либо древние руины. Ну, площадка для посадок. Может быть, здесь есть какие-то врата, которые открываются, и, скорее всего, у плеядеанцев есть подземный мир под этой планетой, не знаю. Может быть, это руины древних городов, которые были раньше на планете, но почему-то потом данные существа переместились под, вернее, ну да, под поверхность планеты. Они построили огромные тоннели, города, что там, я не знаю. Плеядеанцы выглядят именно так, как люди, судя по мифологии и, судя по этим статуям, да, черты человека. Но по уфологии существа, по-моему, в полтора раза или в один раз чуть выше обычного человека. Невероятно. Мы пришли к успеху. Мы нашли еще одну планету с жизнью. Пишите в комментариях свои домыслы по поводу... Что это за руины? Откуда они могли взяться? Остались ли они на поверхности после... ...какой-то катастрофы? Либо это специальный проход, портал под землю, где наши существа спокойно живут. В недрах земли. И, кстати говоря, если судить по фигурам, то сделаны они из какого-то непонятного материала. Который, конечно же, со временем портится. Но... Все-таки они долго здесь простояли. Хотя, судя по обломкам... Судя по обломкам, здесь была какая-то катастрофа. Я не знаю. Ну, а теперь давайте, наверное, посмотрим, стоя на планете Эра, Посмотрим на звезду Тайгета, на ночное небо Плеяд. И, наверное, на этом наше путешествие с вами закончим. Только не пишите в комментариях, что, Скай, ты, по-моему, немножко того поехал. Нет. У нас, кстати, есть уже пару серий на канале, где мы также посвящаем... Посвятили, вернее, видео мифологическим, уфологическим историям. Там я не помню про Зону 51 и, по-моему, еще про Огни Феникса. В плейлистах Space Engine вы сможете все найти. Я думаю, наверное, вот с этой стороны. Глядя на руины. На древние руины. Можно посмотреть на ночное небо Плеяд. Кстати, у планеты также есть кольца, обрати внимание. Туманность Калифорния прямо очень-таки близко. А до планеты Земля всего лишь каких-то 400 световых лет. Всего лишь 400. Каких-то 400 световых лет. Как я и говорил, что космос и Вселенная бесконечны. И наше путешествие только начинается. И, возможно, в скором времени, в следующих наших видео, мы найдем еще какие-то планеты, где есть жизнь, похожая на наш. Обязательно поставь пальчик вверх, подпишись на канал. До новых встреч. Пока.